Экстренные капитальные плановые ремонты теплотрасс сейчас ведутся во всех районах города. 6 мая завершился отопительный сезон. С этого дня в городе начались гидравлические испытания. Коммунальщики Нижнетагирских тепловых сетей выявили более 60 порывов. 15 из них на магистральных сетях. Мы видим, что износ у нас более 65% и аварийность достаточно большая. Те сети, которые мы на сегодняшний день демонтируем для замены, мы видим, что утонение металла происходит более 90%. Они требуются замены. Все котельные предприятия сейчас переведены на летний режим, только для подачи горячей воды. Испытания уже прошли 16 теплоисточников. Всего котельных у Нижнетагирских тепловых сетей 24. С прошлого года мы получили от Горэнерго банкротишу дополнительно два теплоисточника. Это газовая и одна котельно-угольная. Провели мероприятие, угольную котельную вывели из эксплуатации. Этот длительный сезон мы отработали уже, конечно, без угольной котельной, которая нам дает экономический эффект. Это более 720 тонн угля, которые приобретать мы не купили. Существенное снижение затрат. И потребитель, который был от угольной котельной, запитанный, перепитали его на газовую котельную. Ну и второй теплоисточник, это котельная, старатели. Мы тоже туда достаточно большие финансовые вложения вложили. Сейчас завершается ремонт котельной на Гальянке. На месте работают две подрядные организации. Одна капитально ремонтирует турбогенератор. Его необходимо проводить раз в пять лет с полной разборкой. Вторая ремонтирует два паровых котла с заменой поверхности нагрева. Другие работы, ремонт котлов и теплогенераторов, электрической и механической части теплоисточника, замена коллекторов завершены. Полностью опорожняли все трубопроводы, меняли запорную арматуру на тепловой сети, производили чистку резервуаров, то есть все емкости накопителей воды были почищены. За это время у нас проработали две экспертные организации, которые сделали экспертизу промбезопасности дымовой трубы и экспертизу промбезопасности двух котлоагрегатов. На эти работы ушло 10 дней. Все это время жители Горьяна-Горбуновского массива жили без горячей воды. Сегодня началось заполнение магистральных сетей для проверки. И уже 4 июня в домах жителей Горьянки появится горячая вода. Давать ее будут поэтапно.